Тащим-то, если вы не смотрели предыдущие части видео, то есть вероятность, что и писем. Привет, мои верные воины космоса, я тоже, по-моему, соскучился, а ну идите сюда, я вас обниму. Сегодня мы с вами продолжаем, а точнее даже заканчиваем, просматривать серию игр Сталкер. Да, я так и прошел зав. Припяти и прошел его как мужик на максимальной сложности, потому что играть иначе все равно, что мизинчиком себя в Пупенгаген фистить. Игра, кстати, заметно отличается от предыдущих частей, прям чувствуется некий прогресс. Тут вам и всякие советики при загрузке, музыка в меню другая. И мы можем носить шлем, о боже, как я этого ждал. В начале игры нам рассказывают, что там было в предыдущих частях, на случай, если нуфаги понабегут в игру. Разрабы решили повесить на нас роль некого майора Дегтярева из СБУ, которому поручено расследование провала операции Фарватер. После того, как Стрелок, он же Меченый, он же Касиповший Чернобыльский, отключил выжигатель, все военные отправились к чае сдавать монолитовцам в пиздак. Но так уж вышло то, что дали в рожу им самим. Но они не отчаялись и решили повторить свой забег. Однако такое количество военных могли доставить только воздушно-пердежным путем на вертолеточах. И тут совершенно для всех внезапно все эти вертолеты взяли и не долетели. Нам же как раз и предстоит узнать, собственно говоря, какого ху... И вот мы в зоне. Картинка, как вы видите, радует глаз. Все смотрится опрятно, атмосферно, приятно, с нотками говны. В общем, очень даже по-славянски. Вот так выглядит карта игры. Если честно, я поначалу ожидал, что нам снова дадут побегать по старым локациям, чтобы мы там поностальгировали, сидра чазофилейной части пощипали, снова превратили бы военных в аниметяночек, то бишь сделали бы дырявыми. Но на нет лучше для мужчины, да. Теперь наша первостепенная задача тут находить вертолеты, которыми зона усыпана, как пироженка с сахарной посыпушкой. Но... Это не к спеху. Просто игра, как бы это ни было неожиданно, а наполнена дополнительными квестами, которые не какая-то рандомно сгенерированная шняга, а норм такие вручную сделанные. Поэтому очень много своего игрового времени я провел, бегая туда-сюда и делая то да сё. Тут я помог криворуким сталкерам. Там нашёл странный артефакт, который мигом попытался выцегонить какой-то чмоне, но... Не дождёшься, чухан майонезный? А ещё я тут нашёл точку сбора местных работяг. Помимо сталкеров, в данной локе обитают относительно мирные бандиты, которые пытаются переманить меня на свою сторону. Слышишь тут это? У султана, короче, разоворки есть. Но я миролюбивый и против криминала, поэтому бью их в спину чисто ради справедливости. Я Бэтмен. Тем более местным представителем сталкеров является челик по кличке Борода, потому что у него... Борода. Ну здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Так что будем считать, что я проявил бородатую солидарность. Этот корабль, где обитают сталкеры, не так уж и плохо. Тут и торговец по кличке Сыч. И мужик, который за денежку может любую вещь достать, хоть оружие, хоть броню, хоть DVD-дисками с аниме прям из 2007 года. А еще тут обитает фанат вампир Маскарад Бладлайнс по кличке Тремор. И местный техник-алкаш по кличке Кардан. Ммм, здорово. Он сделает нам модификацию на любую снарягу, хоть на писюн прицел привяжет изоленты, только если мы дадим ему бухнуть. Ну, чтоб руки не дрожали. Лодочку льем, лодочку пьем. Это, чтоб работа спорилась? Лодочка льтой, ты же льем. Киберпанк 2077, по-восянски. Говорят, что на третий раз ему бутылку давать нельзя, иначе он заснет на сутки, но я перед уходом всегда давал ему бухнуть. Просто потому, что душой его понимаю. Ну, за общее дело. Вот так я начал свою карьеру сталкера, которому как бы в принципе это нах не всралось, но блиин, это все-таки деньги. А деньги это снаряга и хрумки. Че-то я хоть и играю на харде, но этот хард не особо-то и чувствуется. Просто разрабы наконец-то поняли, про что игра. Она не про шутан-шутан, а про то, как тебя внезапно пиздит кровосос. Уйди, противный, фу-фу-фу. Наконец-то заказаны артефакты. Как мне не хватало этого в чистом небе. Правда, необходим артефакты найти за определенное время не так уж и легко, но порой меня обгоняет какой-нибудь чепушило-сталкер, у которого я этот самый артефакт и отбираю. Потихоньку я начал находить разбитые вертолеты. У большей части вертушек сгорела вся электроника, и никто не понимает почему. Может, оружие какое необычное использовалось, или что? На одном из вертиков была обнаружена инфа о точках эвакуации, которые находятся в Припяти, но как туда попасть, это совершенно отдельная история. Сталкер по никнейму Глухарь жалуется, что тут людей кровосисей жрут, и по такому случаю надо наведаться в гнездо этих уродов и поубивать там их. Поначалу это даже весело, но потом мы натыкаемся на вампирский тихий час, где ГГ вполне так справедливо может получить подсрачник. Глухарь говорит, что таким макаром их надо отравить газом. Новичок! А где этот газ найти, надо уже узнавать нам. Правда, как он подметил, одного из его друганов в этом гнезде не было, а значит его пожрали не кровосиси. А знаете, кто его пожрал? Местный медикл-махер, который еще и Глухаря за компанию съел. Он оправдывается, что у него там какая-то гомофилия, но не в силах совладать с такой кринжовой ситуевиной, он просто берет и себе в пиздак шмаляет из волыны. Вот так и живем! На зоне-то! До одного из вертолетов тут сложно добраться, поэтому я попросил местного герадио по кличке Ной провести меня. Убирайтесь, твари! Перестреляю всех! Но, несмотря на его гостеприимность странную, он все равно провожает меня. Внимательно следи, как я иду, а потом сам двигай. Все бегут, 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 бегут. Ябаный враг! Ежедневно торговец Сыч покупает у работяг различную инфу, будь она хоть на КПК, флешке или сайоми бомжатском. Он также не прочь послать нас за особой инфой у засевших на заводе наемников, в которых я пизжу без задней мысли и нарываюсь на чувака, который застрял между реальным миром и астралом. Ах, зона, аномальная ты сука! В игру добавили много убер-мега-аномалий, которые выглядят солидно. Правда, шанс помереть в них очень и очень высок. И пацан! И нет пацана! Зато в них достаточно много артефактов, которые я продал и уже купил себе экзоскелет. Правда, 150, к сожалению, произошли с момента покупки, так как в нем не поспринтуешь, и поэтому я прохожу игру со скоростью улитки. В экзоскелете да с гадюкой. Звучит как странный сталкерский анекдот. Так не смешно же. С помощью сталкера-поводыря мы добираемся до следующей локации, где ирофлов не меньше. Тут мы снова встречаем представителей свободы и долга, которые, как обычно, не могут решить, кто из них актив, а кто на легком играет. Само собой, мы можем выбрать чью-либо сторону, но я все-таки за ведьмачий нейтралитет, и поэтому шлю их всех на три буквы. Также в этих местах устроились ученые, которые пытаются изучать зону. За небольшое вознаграждение мы можем помочь им то детекторы принести, то замеры сделать. Правда, как это обычно бывает, только замерами мы не отделаемся. Ой, смотрите на улицу и выброс, как красиво. Ой, меня дамажит, помоги. Иногда даже зомбарям нужен отдых от этой ужасной постсоветской реальности без аниме девочек. Меня тут местный зверной истребляло, на завод отправил некого мутанта необычного. Ё-моё. Это еще что за покемон? А может он дружелюб? Слышь, болгарка низко жопая, ты там берега не попутал? О, сука, он ко мне побежал? Ну, ща его... Ой, блин, их двое. Эй, пушку отдай! Я их убил с помощью говна и палок, но еще раз с этими уродами мне что-то встречаться вообще неохота. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами ваш друг Бебей. Сейчас мы с пацанами идем рубить какую-то химеру. Я ее ни разу в жизни не встречал, но говорят, ее надо рубить по стылсухе. И животное у меня есть дробач, давай на разы я и ты, хоп-хоп-хоп. Так, ребята, мы свое дело сделали. Помимо нововведений, о которых я вам поведал, в этой игре тут также появились достижения, которые дают нам разные плюшки в виде скидок у торговцев, дополнительных товаров и ежедневных подгонов в виде медикаментов, патронов и донатиков на Твиче. Пожалуйста, заходите на мои стримы. Они веселые, ссылочку я кину вниз под ролик. Пожалуйста, там так одиноко без вас. Зона полна странностей. Сейчас с помощью своего новомодного детектора я нашел странную аномалию, из которой вывалились мужики. На этом моменте я понял, что задержался в зоне, и пора бы валить дальше по сюжету. Мы узнаем, что так и есть путь в Припять через загаженный газом тоннель. Но идти туда одному, это как минимум идея долбоёбская. Поэтому мы собираем отряд смертников из алкоголика Зулуса, гринового немца и вояки. Вау, да мы же суисайд скуваду! Путь наш полон опасностей, а я лишний раз понял, что лучше бы пошел один, потому что по сути весь путь я не отбивался от монстров, нет! Я защищал этих дебилов от неминуемой смерти. Но благо мы выбрались наружу и встретились с военными. Наш товарищ вояка, конечно, попытался разрулить ситуацию, но главный герой, майор из БУ, мигом светанул свои ксивы и поставил все точки над жопой. Теперь мы среди военных, у которых дела идут через пятую точку. Местный полковник Ковальский заявляет, что большая часть людей погибла, связи со штабом нет, плюс тут еще везде ошиваются монолитовцы. Наша же задача с помощью зеленых узнать, почему план Фарватер провалился, а вертолеты разбились. Первым делом вырезаем отряд монолитовцев и забираем у одного из них Убер Рейлган, с помощью которого, возможно, и были сбиты вертолеты. Но есть две беды. Во-первых, пушка сломана, а во-вторых, никто из вояк не знаком с данной масонской технологии. Гуманитарное образование не помогает. И поэтому мы идем к алкоголику-патрушнику Кардану, чтобы он что-нибудь умного сказал. Алкаш говорит, что да, оружие ему знакомо, так как он сам принимал участие в его создании, но без нужных документов и чертежей он мало что сможет. Поэтому отправляемся на завод, где эти пукалки делали. На самом же заводе я встречаю смешарика. Ёлки-иголки! Лося-о-о. Из найденных документов мы узнаем о некой лаборатории X8, где происходили не очень хорошие вещи. Но обо всем этом чисточку потом. Для начала чиню убер-пушку у кардана, чтобы негодяев ванпанчить, а потом иду со всем этим к полковнику Ковальскому. Немного проскинув мозгами, ребята поняли, что мощности маловато будет у пушки, чтобы вертолет ваншотнуть и всю его электронику раздраконить. Так что думаем дальше. Далее мы ломаем лица монолитовцам, чтобы жизни медом не казалось, избавляем припять от наемников и прочих негодяев, а под конец идем в... эх... в лабораторию X8. Боже, ну почему вот нельзя без этого, а? Бегаем туда-сюда в поисках всяких документов и то и дело обсираем штанцы от местных фокусов и мутантов. Ой, это наверное реально плачет ребенок в заброшенной той лаборатории. Ты же знаешь, что в этих краях никто кроме нас не живет. Это иллюзия. Нет, ведь это же еще один мистер полметра с жопкой. Сил моих уже больше нет, я хочу домой. Хоть я и собрал все бумаги, но меня просто так выпускать не хотят. Теперь мы потихоньку движемся к финалу. Нас просят устранить некую установку, которая гасит сигнал военных. И если вдруг все пройдет успешно, то мы наконец-то свяжемся со штабом. Правда, эта штука находится в садике, а я тут чуть не... О, боже, какой страшный Лёва! Опять тут понастроили своих телевышек юбисофтовских радиотехнологи, чертовы. Наградой я хотелся найти вкусняшек в детском садике, но в одном из холодильников внезапно нашел солдата. Но в принципе норм, с мазиком потянет. Тут откуда не возьмись. Согреши, умри и вознесись. Появляется сам стрелок, он же меченый, конченый чернобыльский косипоша. Он, дабы помочь нам свалить отсюда, а заодно и самому тропануть за компанию, заявляет, что мы все дебилы. И ведь никто с ним не поспорит. На самом деле вертолеты упали из-за аномалий, которые также могут находиться и в воздухе. Ковальский конечно заявляет, что мол у них были карты воздушные, как так, но как оказалось после каждого выброса аномалии где-то исчезают, где-то появляются, а где-то просто меняют свое местоположение. Так что эти карты недействительны. После такого все конечно в легком, так сказать, шоке, но приходят к логичному выводу. Мы ждем когда случится следующий выброс, нужно человечек сканирует воздушное пространство на аномалии, заполняет карту, высылает все это штабу, благо связь появилась, а мы драпаем в сторону точки эвакуации, попутно убивая все и вся и стараясь защитить стрелка, чтобы он добрался живым и всем рассказал, какой ужас здесь происходит. И вуаля! Игра-то пройдена! Не, серьезно, это все. Я сам тут офигел, как бы бац и все, фенита ля конадзи. В конце нам показывают концовочки на манер Нью-Вегаса, где рассказывают, что мы сделали, а что не сделали. Стрелок передал руководству СБУ добытые на станции данные. Эта информация подтолкнула правительство к созданию научно-исследовательского института Чернобыльской аномальной зоны. Место главного научного консультанта в нем занял сам Стрелок. Если честно, я немного в смятении от игры. Как бы это тот самый сталкер, он даже больше сталкер, чем чистое небо, но игра сделана во многих моментах даже слишком грамотно, и это мне непривычно. То есть тут нет никакого смертельного забега до финала, где меня будут насиловать 150 врагов, и от этого мне показалось, что игра пролетела незаметно. Но как бы это ни было, игра прям да, хорошо зашла. Это именно то, что мне и нужно было. Тут и всякие заказы, и мутанты, и шлядья по лабораториям, с заводами, да и атмосфера присутствует. Хотя некоторых локаций персонажей из первой части очень не хватает. Я чё-то и по Сидору соскучился, и по бару 100 рентген. Тут мне сейчас как типичного пиздюко хоть сказать, блин, а прикиньте, как было бы классно, если бы выпустили игру, где карты из всех частей соединили воедино, и мы б там бегать туда-сюда могли, да. Ну блин, это было бы реально балдежно. И чтоб я мог выбирать, на какую сторону фракции встать, может я там, не знаю, за монолитовцев побегать хотел бы, а? Ну, а на этом всё, мои дорогие воины космоса. Если вам вдруг мало контента по сталкеру и вы хотели бы ещё, то ставьте лайки, пишите мне приятные комментарии, наполненные добром и позитивом, а я тогда посмотрю там в интернете, какие моды на сталкачку выходили, и расскажу вам про них. Ну а сейчас я займусь роликом по братве и кольцу для забугорычей. До скорых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok